Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня хочу представить к вам к обзору такой пятиместный караван Компас Ралли ГТМ. Это 500 модель 2000 года выпуска. Находится у нас по адресу Псков Николая Васильева, 82А. Стоимость у этого каравана 402 тысячи рублей. Караван действительно из ограниченной серии выпуска. С такой вот интересной формовой частью, скажем так. Это модуль 530, 690 он вышло. По ширине 2,16. Караван действительно очень интересный. В некотором роде можно сказать, что он эксклюзивный, потому что они действительно очень урезанной версии шли, эти комплектации. То есть, в принципе, для 2000 года очень шикарная и интерьерная планировка, и комплектация. Сцепное устройство, алка. Розетка агрегатная у нас 7-пиновая. Вторая розеточка, по которой работает аккумулятор, заряжается аккумулятор и работает холодильник от 12 в пути. В принципе, все это можно объединить в 13-пиновую. Багажник. Это отдельный модуль, как и в многих караванах. Мы можем увидеть с выводом газовые трубочки под газовые грильки. То есть, для его работы требуется только российский редуктор и газовый баллон. Место у нас в данном багажнике под два газовых баллона. Опорное колесо у нас с таким вот, типа безмена. Могу сказать, что очень интересная такая у него комплектация. То есть, смотрите, передние пакеты стандартные, выпуклые. То есть, передняя часть разделена на три. Прочность каркаса. И по мне, вот утопленные пакеты боковые, это более, скажем, практичные. Они не открываются уже и так далее. Аэродинамика более сохранена. Все стеклопакеты маркированы. Пожалуйста, мин. Палаточка у нас может быть установлена с любой из сторон на данном караване. Такая интересная, достаточно комплектация. Клитые диски свои штатные. Резина в отличнейшем состоянии. Замены не требует. Установлен мувер. Пульт мы заказали в наличии. Сейчас его нету с караваном. Но так бывает, что собственники его просто куда-то девают. Место подключения для насоса помпы. Газовый выхлоп Боллера Карвер. Здесь Карвер петровой проточкой. Вид номер у нас находится на раме с этой стороны. Нужно посмотреть закладные. Под лапами тут все идеально. Лаза на землю не имеет смысла никакого. Все равно, когда приезжаете, мы предоставляем такую возможность поваляться под караваном. Рассмотреть ось и так далее. Очень интересный вариант. Здесь вот обратить внимание. Повышенная такая обходная дверь. Это сделано для того, чтобы вот так вот ступенька была невысоко. И, смотрите, туалет уже расположен по левой части каравана. Есть небольшое такое вот повреждение на ролете для палатки с левой стороны. Но это абсолютно не критично. Тут ничего нигде не разгерметизировано. Далее все в полном абсолютно порядке. То есть, мы можем увидеть место аккумулятора с 220. Задняя часть холодильника. А также все пакеты с тренировочкой. Вес у данного каравана 1 тонна 40 килограмм. И давайте посмотрим интерьер. Вот в чем его Special Edition так называемый. Даже на отходом есть такая вот табличка. Serial number 73. То есть, это действительно ограниченная такая вот версия игрушки. То есть, что у нас есть? Передний большой диван. Вот такой. Очень просто в идеальнейшем состоянии. Очень хорошо сохранилось. Весь, в принципе, интерьер в караване просто в превосходнейшем виде. Все материалы оригинальные. Диван 1,90 на 2 в разложенном состоянии. Над диваном есть такой вот огромный панорамный люк красивый. Он с москитными сетками. Далее над зоной кухни у нас есть приточно-точная вентиляция. И здесь, справа по ходу движения каравана, вот так называемые боковые уже есть места. То есть, это 1,75 на 60 нижний ярус и 1,75 на 60 верхний ярус в разобранном состоянии. На верхнем ярусе предусмотрено до 14 лет и до 70 килограмм. Это все может быть вот так вот немножечко зонировано красивыми шторами. Все штатно, все в великолепном просто состоянии. На всех пакетах в данном караване используется москитка уже вот такого типа закрытого. То есть, уже никуда не сбоку, нельзя никакие комарики не проступать. Очень интересные замки. То есть, можно опустить вместе с фольгированной частью, можно опустить вместе с москиткой. Можно просто открыть. То есть, все механизмы просто в прекраснейшем состоянии. Давайте попробуем заглянуть в уголки. Вот эти люди относятся к своим караванам, обшивают таким андулином каким-то. Скорее всего, здесь что-то типа бара было предусмотрено. И интересное решение. Пульт управления находится вот здесь, вот справа. То есть, здесь у нас есть индикация степени заряда. Собственно, аккумулятора, выбора источника питания и света. То есть, такой-то интересный вариант. Магнитола Sony, ну, для любителей олдскула просто бомба. Еще и с переключателем D-BUS. Немножко отвлеклись, но все по существу. Все просто в великолепном состоянии. Очень интересная столешница. Ну, кстати, вот смотрите, в кухне используется вот такая столешница. При закрывании, допустим, можно убрать ее. Есть тут такое штатное место с флажком. Здесь все это очень органично выглядит. То есть, в принципе, если что касается, конечно, интегрированной кухни и оборудования, это понятное дело, что это классика Британии. Четырехкомфорочная газовая плита с гавилем, с духовым шкафом и с местом для хранения всяческих сковородок. Газовые экраны у нас здесь находятся. Ну, все по классике, скажем так. Электролюб с большой морозильной камерой, с возможностью работы по серой розетке от 12, по 220-вольтовой розетке от 220, по газовой части. То есть, мультифункционал холодильник. Далее, мультифункциональный отопитель. Карвер у нас находится, то есть, он работает у нас как от электричества, так и от газа. Он с раздувом. Все тут в ящичке, все. Он даже в магнитике все абсолютно великолепно держит. Под кроватями у нас находятся активаторы все автоматы, включатели отопления, включатели бойлера для горячей воды, как от газа, так и от газа. Стол мы видим штатный. Все тут в комплекте. Великолепная просто планировка, великолепное состояние у самого каравана. Хорошая комплектация, хорошие размеры. Санузел немножечко отличается от классики. То, что у нас унитаз находится слева по ходу движения, а не справа. Но даже вот такая вот подушечка на унитаз, все шторки, все интерьерное, все сохранено в оригинальном стиле у собственников. Очень красивые вылазки. Смесители, раковина. Ну, очень интересно. Кнопочка смыва электрическая. Очень хорошо обыгран бачок смыва. То есть, все, видите, в одном стиле столешница. Очень интересно выглядит. Все это может быть закрыто. И уже, то есть, полноценно санузел мы можем ограничить. Душевая кабинка. А в душевой кабинке свои. Есть такие дверки. Без трещин и сколов поддон. Все это может быть закрыто. Ковры в комплекте. Мы просто на моечке попросили, чтобы их вымыли, высушили. Ну, не стелем, потому что приезжают люди, заходят. Все-таки, ну, линолеум почистить гораздо проще. В принципе, вот такие сделаем общие панорамные кадры. Очень хорошее состояние. Светлый, красивый интерьер. Москвы. Массердочка на всю лоскасе с двери. И, что сказать, 2000 год выглядит, в принципе, совсем не как 2000. Очень великолепное состояние. Стоимость 402 тысячи рублей. Мы есть в Инстаграме Авточвейспсков. Первым делом появляются все предложения там. Потому что люди остаются вопросом, как так мы не успели ознакомиться. Уже есть бронь. То есть, первым делом в Инстаграме. Далее это Авито и Дром. Ютуб, соответственно, на ресурсах, на всех есть наши телефоны. Вайбер, Ватсап у нас работает. Вы можете позвонить, написать, задать какие-то интересующие вас вопросы. И мы с удовольствием на них ответим. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok